Помните поговорку о том, как видят стакан, в котором до середины налита вода, оптимист и пессимист? Один говорит, что стакан наполовину пустой, другой говорит, что стакан наполовину полный. И такая же ситуация сложилась сейчас у меня, очень интересная, с моими активами. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Смотрите, у меня сложилась очень удивительная ситуация. Я думаю, что сейчас у многих упали доходы, и у меня в том числе. И так как я всегда ратовал за множественные источники дохода, я вам рассказывал о том, какие есть множественные источники дохода, и там прям показывал, значит, там активы, инвестировать и так далее. Друзья, мы живем в эпоху, когда очень будут резкие перемены в нашей стране, в России. И я решил создать канал для тех, кто живет не в России, где-то далеко, для русскоговорящих и не только. О том, как живут люди в России, будут хроники российской жизни, буквально исторические кадры. Поэтому подпишитесь на мой новый канал и жду вас на нем. И вам будет много интересного. Я буду рассказывать о тех ценах, которые сейчас есть, и которые, наверное, уже никогда не вернутся. О том, как одеваются люди, просто, так сказать, прогулки по странам, по городам, по улицам, по магазинам. О том, на каких машинах ездят, как люди одеваются и прочее, прочее. Исходя из этого, вы сможете сделать какие-то выводы. Если удастся на какие-то исторические, какие-то важные места попасть, события, где происходят, ну, я тоже постараюсь там быть. Поэтому подпишитесь на мой новый канал. Мой канал на Ютубе можно считать, вот я считаю, например, это мой актив. Почему? Потому что он приносит мне деньги. Приносил, по крайней мере, мне деньги. Пусть небольшие, но он приносил. И от чего зависят эти деньги? Эти деньги зависят от того, ну, насколько популярен канал. От количества подписчиков, как вы понимаете. От количества просмотров, от количества, от времени просмотров. И там вставляется видео в каждое, ну, реклама в каждое мое видео. Люди смотрят это видео. И в зависимости от количества показов, от количества просмотров, соответственно, капает денежка. Она там не такая уж и большая, в общем сказать, ну, какая-то денежка капает там. Но доходило до 500 долларов. Но вообще говоря, в последнее время там 100-150 долларов была вот такая штука. До тех пор, пока не начались вот эти всякие события. Смотрите, что произошло. Итак, смотрите. Каждое мое видео, это не просто видео, это как бы инвестиция. Это инвестиция в будущее. То есть, как бы я бесплатно абсолютно создаю вот это видео. И, значит, оно там хранится где-то. И его смотрят сегодня, смотрят завтра. И я стараюсь снимать такие видео, которые будут смотреть вечно. Вот, поэтому некоторые видео там стреляют, там, через буквально там 3 года, как было видео, как установить программу Zoom и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас я вывел статистику по своему каналу. Посмотрите, вот это количество просмотров. Ну, сколько там, 1000-2000 в день просмотров на моих каналах. И вы видите, что с определенного момента количество просмотров резко стало расти. Вы посмотрите, вот оно. А что такое просмотры? Это мои активы. То есть, это мой актив. У меня количество просмотров резко начало расти. Когда оно начало расти? Смотрим в аккурат. Как раз, ну вот в эти даты, там, начало, конец февраля. Понимаете? Резко начали расти просмотры. Почему они начали расти? Ну, во-первых, конкуренция снизилась. Очень многие просто упали в осадок и сказали, что все, совсем все плохо. И перестали снимать видео, а ситуация требует, ну, как бы, пояснений. И люди, во-первых, смотрят. Во-вторых, значит, просто активность людей резко выросла, потому что они смотрят, что будет, какие-то прогнозы и так далее. Поэтому, то есть, вот мои активы начали расти в количестве, понимаете, в количестве просмотров. Время просмотров. Ну, примерно аналогичный график. Количество подписчиков, посмотрите. Вот оно было, так сказать, ну, совсем маленькое. Потом, значит, бамс, увеличилось, уменьшилось, амплитуда увеличилась. Но сейчас растет. Вот, раньше росло, вот оно, вот, смотрите, там, 23 человека в день. Это нормально подписчики, да? А вот здесь, вот там, 2 человека в день. А вот здесь, вот у меня сейчас, последний день, посмотрите. 100 человек там, последний день. 100 человек. Понимаете? То есть, 48, ну и там следующий 100. Вот. Вот они, активы. То есть, активы стали расти. Но при этом, расчетный доход, смотрим, как раз с этих позиций начал падать. То есть, он резко обвалился. Почему? Потому что, YouTube отменил монетизацию. YouTube отменил монетизацию видео. Сейчас вы не видите рекламу, но монетизация-то осталась. Если раньше она шла, там, ну, там, какие-то, там, 5-6 долларов в день, то сейчас она сразу упала 1 доллар, там, и так далее, и так далее. Но я начинаю снимать видео, и я вижу, что люди, так сказать, люди интересуются, люди хотят видеть, что делать, люди хотят перспективу, люди хотят какой-то оптимизм. Я им рассказываю, что надо делать. Вот, и поэтому количество просмотров растет. Вот, вы видите, количество просмотров растет, количество подписчиков растет. И, соответственно, а количество подписчиков – это производная, ведь, это, так сказать, в день сколько прибавляется. Вот. И, соответственно, у меня растет, в общем, энтузиазм и прочее-прочее. То есть, активы мои растут, но их стоимость как бы уменьшилась. К чему это я? К тому, что сейчас такая же ситуация. на фондовом рынке акции это наши активы которые приносят деньги это доля в бизнесе понимаете и сейчас связи с последними событиями акции российских компаний очень сильно потеряли в цене как бы понимаете по политическим мотивам но вся эта ситуация она когда-то пройдет она когда-то закончится и компании начнут работать нормально все вернется в нормальное русло и все это начнет приносить деньги точно так же как мне количество выросшее количество подписчиков она когда-то конвертируется в доходы в реальные доходы реальное увеличение количества просмотров она надо поддерживать это дело и она у конвертируется в доходы и точно так же сейчас акции которые подешевели очень сильно если вы возьмете их прямо сейчас чем больше тем лучше то в будущем вы точно не пожалеете потому что акции ведут себя примерно так же то есть то что я вам сейчас показал это были нематериальные активы то есть я создаю свои свои нематериальные активы то есть каждое мое видео это как акция которые куплено я еще раз говорю и сейчас я войду вот давайте посмотрим на индекс s&p 500 недельный график посмотрите как он себя ведет бывают моменты когда вот она под ними да когда он резко падает вниз и все энтузиазм падает все полный кошмар все кажется что все 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 плохо и вот если здесь его взять на дне то посмотрите вот здесь вот он рос вот с такой скоростью ваши активы то если бы взяли здесь то они стали вырасти видите эта скорость в два раза выше и она продолжалась достаточно долго точно так же здесь смотрите падение рост падение рост и сейчас акции российских компаний российских компаний они также вот посмотрите где они находятся сейчас а теперь у меня к вам вопрос что надо делать с акциями очевидно брать вот именно сейчас надо брать и очень скоро те люди которые взяли которые до взяли акции будут радоваться те которые не не брали их вот в этот момент они будут завидовать тем кто их взял вот прямо сейчас на самых низах понимаете потому что сейчас акции находятся в нижнем положении и ситуация всенепременно наладится она наладится достаточно быстро уверяю вас и ну по крайней мере с евроклиром точно наладится то есть дадут доступ к иностранным компаниям дадут доступ к расчетам и весь мир конечно же поймет что надо жить в мире и дружбе и что что надо торговать а вот они подешевевшие активы и конечно же они начнут расти очень очень быстро поэтому я предвижу достаточно большой рост акций я думаю сейчас сам большая моя проблема где взять деньги для того чтобы их купить ну а если вы еще не купили я вам тоже очень советую и сейчас прямо вы увидите ссылочку вот там ссылочка будет в описании к этому видео традиционная в комментариях даже сказать дам эту ссылочку о том как открыть брокерский счет как начать инвестировать и если кто-то скажет что как бы ну какой надежный брокер так вот я скажу вам что выбирать надо надежного брокера из самых крупнейших надежный брокер самые крупнейшие это открытие до были пертурбации и открытие сейчас выходит из этих проблем из всех акции иностранных компаний уже переведены в другую в другую компанию они абсолютно все в целости и сохранности сегодня я получил отчет о том что мы реакции переведены то есть там никаких проблем нет и в ближайшее время я жду инструкции о том как ну получить доступ к торгам этими акциями сейчас он пока прикрыт прямо скажем вот это что я вижу как поступили другие брокеры но в общем мне кажется открытие выходит из этой ситуации наилучшим образом в общем сказать по сравнению с другими которые попали в аналогичную ситуацию вот такая история это еще раз говорит о том что брокер надежный абсолютно и можно доверять поэтому поэтому сейчас самая главная проблема где взять деньги для того чтобы инвестировать ну а те кто начал инвестировать давно смотрите вот сейчас кризис да и у многих там например но потеряются доход многие потеряют люди доходы и так далее и в лучшем положении окажется те как раз кто начал инвестировать давно но потому что по крайней мере ну можно пережить эти трудные времена если они вот наступят и они наступили то есть сейчас я в принципе ну свои расходы прямо скажем сильно не сократил но сказать а так как цены увеличились ну и расходы мои увеличились доходы до уменьшились но ничего страшного меня есть подушка безопасности которая позволяет мне пережить эти времена достаточно спокойно в отличие от тех кризисов которые пережил свое время то есть это были кризисы когда там но вот самый страшный удар был это когда конечно гайдаровские реформы были вот я тогда был студент и тогда было вот вот тогда совсем было тяжело у меня был ребенок маленький уже на руках и совсем было тяжело студенту представляете без квартиры там без ничего вот ну как-то выжили сейчас все намного проще и намного лучше вот ну когда ребенок родился тоже сказать там были это вообще мы тогда были после второго курса он по-моему родился до дочь и соответственно тоже было достаточно тяжело вот в этот кризис ну а дальше были различные там какие-то пертурбации у меня я предприниматель черная полоса белая полоса черная полоса белая полоса много пришлось пережить и я вам скажу так что как хотя есть запас денежек переживать трудности намного проще чем когда их нет поэтому те кто начал инвестировать они молодцы они понимают что это было правильное решение и они уже продолжают инвестировать но а если вы еще не начали то начните прямо сейчас нажмите на ссылочку вон там вот ну и хочу пожелать вам удачи удачи в инвестициях удачи во всем и верьте что будущее будет прекрасным каким бы она не была на самом деле мы всегда найдем с вами возможности заработать потому что ну потому что мы активно их ищем просто вот и все на сегодня все оставайтесь на моем канале спасибо за внимание с вами был демитков юрий